Значит, я хочу заметить следующее. Вообще, когда я проходился по разбитке на главы, то я хочу показать, что 11 глава со 2 стиха по 4 стих, 12 глава, это одна глава, и это легко доказать. Вот смотрите, я просто технику показываю, как это делается. Второй стих, она делается системой, вот это некоторый литературный ход, который встречается в Танахе, но здесь он просто очень яркий. Здесь как бы каждый стих связан со следующим общим словом. И вот здесь это вот так выходит. Значит, в конце 2 стиха какая беда постигнет страну, в следующем стихе наполнятся ли облака и продьются ли дождем на землю. Вот оно. В третьем стихе облака. В четвертом стихе ветер. В пятом стихе ветер. В пятом стихе эйнеха юдеа ты не знаешь. В шестом стихе эйнеха юдеа. В шестом стихе товим. В седьмом стихе товим. Ну и так далее. Вот эта передача от стиха к стиху, она будет проходить до, значит, ну вот второй передает, второй стих передает, нет, то пятого даже, значит, третий стих передает таханат жернова. В четвертом стихе таханат. Мельница. В четвертом стихе зато есть. Закроются двери на улицах Бэшук и кружатся по улицам. В пятом. Вот эта передача, она идет. То есть это по этому поводу, это один текст. Вот это вот один текст. Значит, то теперь давайте, вот это просто такая демонстрация, как это делается. Значит, на самом деле книга подходит к эпилогу, не к эпилогу, а к концу, и начинается описание жизни человека. Значит, сладок свет, кстати, вот именно сладок, вот обратите внимание, моток, и прекрасно глазам видеть солнце. Значит, значит, как бы долго не жил человек, им шаним горбе их ега адам, бы кулам есмах, и вовсе будят радоваться. Помни, дни тьмы, ибы их будут много, ибы все гэбель. Про гэбель мы вернемся, но гэбель суета растает, как дым, как хотите. Дальше мы увидим здесь это слово, еще раз буду упоминать. Опять, радуйся юноша детскому веселью своему, и пусть, и наслаждая, и пусть... И пусть твои мысли радуются в дни юности твоей, иди по путям, куда направляют тебя глаза, и тому, что видят, извините, по путям своего сердца, то есть ума, и по тому, что видят глаза. Кстати, в Талмуде, там, где говорится о том, что книга Кагелла противоречит Торе, вот эта идея, куда видят глаза, обратите внимание, не следуйте за своим сердцем, за своими глазами, своим сердцем. Здесь прямо обратное написано. Это существенный момент. То есть идей. Тут всегда вопрос, как это надо решать, какие противоречия. И я не думаю, кстати, что это случайно, потому что оборот, ну уж очень режущим образом глаз проставлю. Чтобы любой человек автоматом вспомнит, вот этот конец раздела о цицит, о кистях цицит. Оно здесь прописано наоборот. Чтобы вы не ходили, здесь сказано «ходи». Но знай, что за все это приведет тебя Бог на суд. «Убери гнев от сердца свое, избавься от беды телесной, ибо детство и юность хабель». Вот теперь вот этот хабель как раз очень легко комментируется. Тот из вас, кто помнит Эшет Хайль, последнюю главу книгу Мишлей, которую читают в субботу вечером, то там написано «Хабель Гайорфи». Вот там очевидно смысл, что не красота, это суета, как бы суетна красота. На самом деле там смысл, что красота пройдет. А Эшет Хайль, а женщина в сокровище останется. Там вот такой смысл этого оборота. Так вот, вот здесь хабель как раз понятно, что речь идет о паре, о дыме, как туман. Что избеги причали, ибо детство и юность растают, как дым. Замечу, здесь не сказано, не делая, потому что, и дальше говорится, уже 12 глава, «Помни, создатели в дни юности твои». Я не понимаю, почему они здесь умудрились разделение главы поставить просто не в состоянии понять. «Помни, создатели твоего в дни юности твои, до тех пор, пока не придут дурные дни, когда ты достигнешь лет, о которых скажешь, я их не желаю». На самом деле мысль, она довольно любопытная. Она в проповедях, причем и у христиан, она очень часто и проповедь бывает, но она бывает и у Рамбова. У Рамбова есть ее ход чува по поводу того, что если человек… Значит, что такое настоящая чува? Когда человек согрешил и решил раскаяться, решил так больше не делать, и не делает не потому, что не может, а потому, что не хочет. Он чува сделал, он раскаялся. Вот это здесь. То есть как бы не будь слишком злодеем, потому что придут дни, о которых юность пройдет, и придут дни, когда человек их не будет хотеть. На самом деле вот здесь это любопытно. И дальше речь идет о конце жизни, причем конце жизни в доброй старости, когда жизнь кончается, но не внезапно, когда человек еще у меня столько планов, а когда он уже легко расстается с ней, потому что легко, никто легко этого не делает, но как бы легче, уже все. И далее следует некоторая вещь, которая называется… Ну, вообще ясно, что это как бы отдельное произведение, но оно действительно одно из великолепнейших в мировой литературе, пока не потемнеет, не станет темным солнце, и свет, и луна, и звезды, и не затянет небо тучами. Дальше вот перевод, который здесь, он исходит из некоторой концепции, но я буду попробовать читать дословно. Кто хочет читать, там есть вполне литературный перевод ко всем этим делам, пока, вот дословно выглядит так, пока не станут трястись хранители дома, и не станут кривые сильные люди, и жернова не исчезают, потому что их останется мало, и помутнеют в их ашху, хараот, баруба, и потемнеют те, кто видят в окно. Но понятно, вот в переводе просто я дополнил стандартный комментарий, что где имеется в виду под символикой. Значит, это стандарт, что я сейчас пишу, это большинство комментаторов согласны с тем, что Шомрей Хабая, те, кто хранят дом, это руки, подогнутся ноги, пока не подогнутся зубы, пока не мельницы, которые мололи пищу, не выпадут, и закроются двери на улицу, и потеряют силу голос, на самом деле, хатахана, голос мельницы. Может быть, это, кстати, биение сердца, я не исключаю. И ты начнешь вставать от пения птиц и станут противными всякие песнопения. Музыка не потеряла премьер. То есть очень плохой сон. И когда не покажутся холмами низи на дороге, то есть мелкие препятствия на дороге, и пока не... Значит, вот Генаэтроша Кэйб заганит миндаль, но большинству народу и не обсыпался цветок там дальше, то это половые чувства. Ну, я не хочу переводить грубостями. Все-таки здесь это сказано весьма литературно и изящно, но как грубо мужики это обозначают, я не буду просто повторять, но оно здесь подразумевается, конечно же. Ибо уже идет человек в мир, в дом вечности, и по улице кругами ходят те, кто... Собдим – это те, кто читает траурные речи, но в данном случае глашатая с траурными извещениями. Пока не рассыпется серебряная нить и не откатится золотая чаша. Здесь, обратите внимание, добавлены слова позвоночника и череп, просто чтобы раскрыть образ. И не разобьется Кадальмабоа кувшин над источником и не откатится колесо к колодцу. Ну, это имеет зву колесный колодец. Кстати, вот этот шестой стих есть огромное количество современных комментаторов, которые все в один голос говорят, что вообще-то описано... Человек описан как роскошная люстра. Она поднимается на серебряном цепи, в ней золотая чаша, ну, естественно, медная, но сияющая как золотом, с маслом, значит... Ну, там еще подъемный механизм здесь имеется в виду, но вот человек, который вот это рассыпалось, вот эта светящая роскошная люстра, она здесь вот распад тела описан именно вот таким вот способом. И прах вернется в землю, землю, которой он и был, чем он и был, а душа вернется к Богу, который ее дал. Все хабель хабелием, все хабель, все суета. То есть это повторение начала книги. Вот оно. Суета, сует, сказал Когелек, а коль хабель, вот это начало книги, это конец книги. Вот теперь я утверждаю, вот теперь некоторая вещь, которую я считаю важным ответом. С моей точки зрения, книга Когелек кончается, вот исходный вариант этой книги кончается именно здесь. То есть вот ежели кто-то хочет искать мораль, то в книге их две. Одна книга кончается, у книги два конца. Один конец вот здесь. То есть книга начинается с хабель-хабелим и кончается на хабель-хабелим. С девятой главы и до конца, а это еще шесть стихов. Это, ну вот, как хотите, перед вами образец. Это либо колофон, приписка редактора, выпускающего свет. Это не я придумал, это Ибн Эзра, и это Ражбам, и это еще многие комментаторы, причем классические, считают, что вот отсюда начинаются замечания, дополнения, ну, хотите издателя, хотите редактора, хотите замечания критики. Итак. Товарищ мэр, а можно кратко, а почему так считается? Есть какие-то вот конкретики? А вы прочтите, и вы увидите. Читаем. И более, чем Кагэлот был мудрецом, он учил народ мудрости, и вот Изен слушал этой дань, принятому, я глубоко убежден в том, что это и не ядер. Вы учтите, когда я говорю, я редко от себя что-то говорю, это значит, что я это читал. Изен от слова «Мознаем» весы взвесил, взвесил, исследовал и не составил опять, выпрямил, и выпрямил многие мудрые высказывания. Согласитесь, что это не автор про себя пишет. Если автор Кагэлот, то тот, кто пишет девятый стих, он пишет характеристику автора. Как бы «Газком» – это, что называется рекомендации книги, только они ставятся в начало книги, а здесь в конец книги поставлены. И Кагэлот был не только мудрецом, обратите внимание на, что здесь подчеркнуто. Кагэлот был не только мудрецом, а он еще учил народ мудрости, и он исследовал традицию. «Бекэш Кагэлот лимцо Деврейхэц хотел, искал наставник ценные слова, прямые книги, прямые записи, честные записи, слова истины». Думаю, что это продолжение. Деврейха Хамот, что в 11 стих продолжает 10. «Слова мудрецов, подобные стрекалам, тем, что погоняют, крепкими гвоздями, вот «натуот баалэй асуфот нитну мэруэрах», которые были закреплены теми, кто собирает сборники, и все они даны от единого пастыря». Теперь загадочный стих. «Более этого, сын мой, берегись, асот сфорим». Вот как правильно делать книги, вообще буквально делать книги, но можно легко доказать, что асот, глагол асот, он по отношению к имуществу регулярно означает «собирать, приобретать», например, про Авраама сказано, и души, которые асу приобрели в Харане. И там достаточно часто вот этот глагол «аса» употребляется не в смысле «сделал», а в смысле «приобрести». По этому поводу «сверх них, сын мой, оберегайся, приобретай многие книги бесконечно, бескрайя много в элагах, в эгарбе и геатбаса». Что это многое мудрость истощать тем. Второй вариант, который, опять, у комментаторов есть два подхода к этому. Второй вариант избегает писать новые книги. «Ласоц форим», не пиши, многие книги, ибо многое мудрость истощает тем. Мне не нравится ни то, ни другое. И я не буду сейчас анализировать, я могу текстуально проанализировать внимательно эту фразу и выяснить, что ни то, другое сюда не подходит. Просто вы не сможете сюда воткнуть. Потому что приобретать много книг, а это истощает тело, чего вдруг приобретение книг истощает тело. Это странно. Это вы коллекционерам, если это предупреждение коллекционерам, то оно странное. Нет, конечно, коллекционеры книг, люди странные, но тем не менее. Что касается писания книг, то, во-первых, «Ласоц форим» ни разу в Танахе в смысле писать книгу не употреблено. Поэтому это тоже нехорошо. Делать книги, другие слова пишут, пишут Лахабер, есть много глаголов, но по отношению к книгам это не говорит. Вообще, я не исключаю, что здесь то, что потом возникнет у мудрецов, возникнет оборот «ла сот тора», делать то, в смысле исполнять его. И вот здесь я хочу просто привести потрясный комментарий к этому в «Иерусалимском Талмуде». В «Иерусалимском Талмуде» в «Кперкхелах», той главе, где вот «Откуда Рамба» выводит догматику иудаизма, там Раби Акива говорит внешне, что те, у кого нет доли в мире грядущем, это тот, кто читает внешние книги. Я не буду сейчас останавливаться подробно здесь, но вот в «Иерусалимском Талмуде» речь идет следующая. Раби Акива говорит, тот, кто читает внешние книги, например, книгу Бен Сира или книгу не знаю кого, но книги Гомера и все книги, которые написаны дальше, тот, кто их читает, читает, как будто читает песни. Я объясняю. Раби Акива запрещает читать внешние книги, это книги, которые псевдо, это то, что называется поздние книги типа «Книга принудрости Иисуса Сираха», те книги, которые не включены в канал. Они уважаемы, но не включены в канал. Их Раби Акива читать вообще запрещено. Более поздние книги, например, книги Гомера, обратите внимание, по всей видимости, Гомера, я аккуратно говорю, то есть светские книги, всякие, кто их читает, так будто читает песни. По этому поводу дальше следует ссылка на наш стих. И больше того, сынок, береги сделать лишние книги, а эти книги для того, чтобы думать, даны вот эти внешние книги, светские книги, а для того, чтобы трудиться над ними, не даны. То есть Раби Акива на самом деле по иерусалимскому тамуду говорит следующее, что то, что он запрещает читать внешние книги, это те книги, которые ты будешь относиться так же, как к священным книгам, а они не для того даны. А светские книги, они как бы не для трудов, а для того, чтобы время от времени, и читать их в меру как письма, как и Геретт, можно. То есть то, что он говорит, запрещено слишком серьезно относиться, и, кстати, между прочим, отсюда Галаха выводится, которая разрешает отдыхать, читая советские книги. Отсюда хватает посоков, которые это говорят. Не то, что они одобряют это чтение, они говорят, что это можно, но в меру. Разумеется, праведник читает только Деврейтун. Значит, согласитесь, что вот эти четыре строки 9, 10, 11, 12 это приписка, это не автор книги. Вот теперь 13 является вот теперь является 13 и 14 стихи является вопросом, что это? Это еще один вывод только вот того, кто приписал Калафон и то, что он вывел из этой книги и считает, что вывод из этой книги вот такой. Или это было в оригинале исходной книги, а именно Совдавар, вывод из всего услышанного, Гаконнишма, все услышано, побоися Бога, почитай Бога, и заповедь его исполнять, ибо это весь человек. Ибо все дела, всякие дела, обратно внимание, не человеческие дела, Бог предаст суду за все сокрытое хорошо это было, или имтов имра. И в 14-ом традиционно, когда читается, принято еще раз читать, вывод из всего услышанного, почитай Бога, и заповедь его исполняй, ибо это весь человек. Это положено прочесть еще раз, как еще Макеллата Эйха тоже Гашевейна, Гашевейла, Лэха, выношу, читает дважды. На этом книга кончилась. И собственно теперь осталось понять, к чему автор пришел, к чему нас так сложно или еще сложнее, чем вообще хотел писать эту книгу. Хочу заметить, что, например, Ибнезер в одном из своих комментариев значит вот сюда вот этот комментарий вот к этому стиху. Время ворвать и время сюда, время молчать и время говорить. значит среди всего прочего пишут следующее. Наши мудрецы пишут, что они хотели скрыть книгу Кагэла, потому что некоторые слова друг другу противоречат. Далее он приводит список девяти пар взаимоисключающих высказываний в книге и добавляет, что тот, кто внимательно читает, может быть, еще что-нибудь найдет. И далее продолжает. И известно, что даже самый неуважаемый среди мудрецов не будет писать книгу, чтобы вступать в противоречие собственными словами в той же самой книге. некоторые утверждают, что для того, чтобы избавиться от этого, утверждают, что это коллективное творчество, каждый написал свое, и это совершенно неверно, потому что автор явно один человек. И далее он проводит некоторые работы там, в отличие от обычного Ибназера, это длинные, очень длинные комментарии, где он все девять указанных им мест пытается снять противоречия двумя остальными словами, я не буду сюда входить. Тем не менее, вот что хотел автор, вот зачем я обращаю внимание на противоречия, которые это традиция, на Талмуде указано, что там много внутренних противоречий, есть внутренние противоречия, Ибназер определяет список из девяти пар таких, вообще на книгу в 12 глав это многовато, конечно же, но вопрос, зачем это понадобилось, к чему он клонит и что он хотел вообще все это проделать, всем этим и здесь сколько народу, столько подходов, не сколько народу, здесь есть много подходов тому, чтобы все-таки понять, о чем книга, и безусловно, проблема возникнет в тот момент, когда мы решим, о чем книга, и тогда начнем ее читать именно так, как мы решили, по этому поводу некоторые стихи мы по-другому будем читать, ну и, например, вот то, с чем я начал, Раф Садиа Гаон доказывает, что мотто, главная мысль книги Кагела в том, что надо выбирать дорогу средних, золотая трофа, то, что называется не будь слишком праведным, не будь слишком злодеем, не слишком не обжирайся, но и не голодай, ну и так далее, и так далее. То есть, это обычная морализаторская литература в стиле книги Мишлей, и она призывает к некоторому среднему пути, без крайностей, и тогда ты уберешь вот как-то в конце убери гнев из мыслей твоей, убери зло от плоти твоей. Надо заметить одну вещь, что как бы слишком неправедная жизнь это печаль сердца, а слишком праведная жизнь это беда телесная. То есть, где-то такая мысль есть. А вот это надо избегать и того, и другое, надо найти где-то золотую середину для того, чтобы жить я не думаю, что книга об этом. То есть, на самом деле, книга и вот почему. Отталкиваться я буду от некоторой очень старой работы Анри Нейра, не то, что я ее целиком принимаю, но она, мне кажется, правильной. Идея выглядит следующим образом. Вообще, ну, давайте подумаем, вот о чем книга, вместо того, чтобы думать о чем книга, вот таким самым общим, ненадежным способом, мы займемся совершенно чуть-чуть про другое. какие главные темы книги, вот какая тема все время возвращается. Давайте еще по-другому. Вот я не зря всюду подчеркиваю слова, одинаковые слова всюду, потому что это вот этот подход, который, мне кажется, книги Кагелл хорошо применил. Какие слова являются центральными опорами, какие слова все время возвращаются, какая тема непрерывно возвращается. И здесь мы выясняем, что есть две темы, возвращающие, два слова, которые все время, значит, две темы, которые все время возвращаются. Это первая тема, это слово Гебель, то самое, с которого начинается, которое я, как видите, перевести, переводить не умею, но это не суета, а это пар, эфемерность, но вот что очень важно, это нечто существующее. Вот к слову Гебель, я хочу дать один важнейший комментарий. Когда его регулярно, вот это КГ лотовская Гебель, регулярно понимают в смысле его регулярно понимают в смысле ничего не существующее, суета, ничто. Так вот, Гебель не является ничем. И нигде в Танахе слово Гебель не является ничем. Красота Гебель, красота не является ничем. Когда про красивую женщину говорят КГ Гебель Гайофи, красота Гебель, то не имеется в виду, что она ничем не стоит, а имеется в виду, что она есть, но она зыбкая, она либо зыбкая, либо пройдет что-то в этом духе. Про юность тоже сказано, ведь про юность в конце книги ибо юность и шахарут вот я не знаю, гилдут это юность, а шахарут это от слова утра шахар и утра жизни оно и не то, что оно не существует, оно существует, оно пройдет. По этому поводу главное слово Гебель, которое ибо все, что появилось в Гебель, оно существует, но оно зыбко, и вот это является некоторым центром этой книги. Вот это слово Гебель, которое раз за разом появляется, оно является некоторым центром. То есть как бы мы можем понимать одну простую вещь, что слово Гебель, когда оно есть, то это тот самый мир, с которого начинает Кагелет, только он начинает рассказ о космическом некотором начале, которое непрерывно меняется, но остается неизменным, божественное и неизменное. Да, вот начинается же описание, книга начинается с неизменного мира, созданного руками Божьей. А на этом фоне есть Гебель. Так вот, Гебель, это хотите, судьба человека, хотите, это тема судьбы. Кстати, я думаю, что это и есть правило. Только вот здесь надо понимать, к несчастью, слово Гебель, карма и прочей радости в европейской литературе сильно не похоже на то, о чем говорится в книге Кагелет. Судьба вот в этой книге, если вы хотите говорить о судьбе, то она не диктат свыше, а она как бы у человека бывает обстоятельства, но они не насильно данные, потому что вторая тема книги, еще одна тема, и это главная тема книги, это время. Итак, у нас есть две вещи, Гебель, который говорит в Кагелет, это жизнь человека, она в этом неизменном мире статично вполне, но оно меняется, но остается. В этом мире некоторые кенью, некоторые вот этим парам проходят человек, при этом хотите судьба, хотите это вообще человек, вот этот Хагелет, и в этом мире есть время, вот время, начиная с оно есть абсолютное время в первой главе, вот это космическое время, в том смысле не небесное время, земное космическое время, которое отмеривается Солнцем, 24 часа в сумках, да, и есть время, которое и есть судьба, вот это третья глава, всему свой срок и время всякой вещи под небом, поднимай, что так это шемеш, так это шемеш, как бы вот вместо обычного так это шемеш, который еще одни часы, потому что солнце намерит время, то здесь под небом это означает как раз в нашем мире, и есть время, причем тема времени, то, что тема времени является центральной в клубе Кагала, легко доказывается, кроме непрерывного повторения слова время, оно еще повторяется через слова мишпат, как это не странно, суд, но мишпат всякой вещи там где-то есть, это не просто предназначенные всякой вещи, есть глагол быть во всех формах, в прошлом, настоящем, в прошлом и будущем это нормально, но дело в том, что в единственная наверное книга, не наверное, а точно, единственный раз во всем писании этот глагол встречается в форме настоящего времени, чего не бывает в писании, в писании глагол хаяни бывает в настоящем времени, за исключением книги кагел ибо махове хаадам ибо что вот теперь что есть вот есть в смысле бытия махове лаадам что состоится человеку от всех трудов и замыслов сердца которыми он трудится под небо вот это хове которое здесь центральный вопрос во второй главе во второй главе центральная тема что будет вечно в данном случае настоящее время как вечность не будет обратить внимание это не будущее время это ну за неимением лучшего как обычно а тут нужно настоящее время не остается я даже не знаю что как это перевести но это глагол быть что будет постоянно хове вот это кстати еще раз это единственный раз во всем планахе слово появляется вот в такой форме потому что ну не буду вам сейчас рассказывать но теория Маркуса по поводу будущего и прошедшего времени в глаголе гая отдельная тема по этому поводу мы видим две вещи что при этом вот это судьба но при этом брать внимание что происходит то чего Кагэл пытается сказать в книге Мишлей в книге Мишлей ситуация довольно простая тот кто действует разумно и праведно не узнает зла и преуспеет в книге Кагэл вот эта основа она подорвана и она подрывается на протяжении всей книги есть судьба но не в том смысле что она предначертана а есть время и обстоятельства времени и в них вот это зыбкое существо человек существу далее как пойдут дела они должны идти под диктовку времени точнее под диктовку содержания времени вот не времени есть как бы такой глобальной судьба всего мира вот ой я собрался сказать вот судьба которая в книге Кагэл это судьба всего мира это не судьба отдельного человека это не фатум это не предписанность выше неизбежность это судьба мира а в ней живет человек и он подвержен всем обстоятельствам этого мира то есть человек он как бы не является жестной монолитной конструкцией по этому поводу успех и неуспех он не гарантирован поступками он не гарантирован ничем и вот теперь мы понимаем вот на самом деле то что долбит Кагэл причем по всем пунктам какие только есть во всех сколько там углав ежели по-еврейски считать раз два три четыре пять шесть глав плюс эпилог то есть считайте семь глав семь глав значит да ну шесть глав семь глав вот то что он в силу долбит очень старательно что успех или неуспех он продиктован не только человеком но и обстоятельствами места и времени по этому поводу безусловно происходят две вещи чего Кагэла делали в мире нет абсолютно нет возможности сказать так поступай так не поступай в смысле практической плоскости не в смысле как должно поступать что надо поступать по закону надо поступать по нравственному закону это все да но когда надо принимать решение для того чтобы учесть его результат в будущем то вот это будущее нам не подвластно не потому что мы такие а потому что мир такой вот это где-то одна из главных мыслей книги Кагэла хотим мы не хотим когда мы пытаемся вывести мораль книги Кагэла вот для чего она написана прежде чем этим заниматься нужно просто разобраться что в ней сказано в разных частях а сказано некоторая действительно очень важная вещь что судьба если есть это не судьба отдельного человека это не фатум не мойры греческие ну и прочие прелести грека Рима мусульманского мира а вот мир который создан Бог вот он вот он он вот такой а человек внутри него и именно в силу этого нет абсолютно хочу заметить следующее о чем говорит как вот он не говорит про ГШГХ а вот эта философия она безумно практическая земная человек мир создан Богом человек отправлен в мир кем чем Богом ибо ибо и здесь очень важно потому что дважды повторено что человек вернется в прах которым он был а дух вернется к Богу потому что теперь вот теперь есть третья тема итак Гэвель это человек есть время это мир это фатум только это фатум это судьба мира а не человека она становится судьбой человека потому что он живет в этом мире но вот эта глава она очень важная начало главы 11 пошли хлеб свой поводом через многие дни найти его вложив 7 и 8 где и не ведомо что обратите внимание он не говорит что не не в наших силах что-то изменить в мире говорит в наших надо просто закладываться на возможные неудачи это можно но вот здесь опять если мы говорим по систему Анри Нейра то дальше надо говорить о Каянии Габели и это полезное здесь будет обсуждение но я хочу сказать что мне кажется он пропустил третьего персонажа в этой истории Анри Нейр потому что он много говорит о Каянии Габели это действительно блестящий комментарий с моей точки зрения наверное вот на следующий раз когда я захочу подвести итоги уже более полный я просто зачитаю там и они действительно хороши но мне кажется что он пропускает третьего персонажа третью тему которая здесь есть и эта тема есть как бы еще два персонажа которые он пропустил это Лев и Рох это сердце и душа причем душа тема души начинается с самого начала книги потому что в этом мире есть еще душа вот смотрите книга если пропустить вот этого персонажа третьего персонажа а именно душу Рох в книге Кагалэда это Рох она только так называется то тогда у нас перед нами образец совершенно светской философии где Бог присутствует как создатель мира и как бы руководить мира а человек он как бы здесь Хевелем проходит он как бы тенью проходит по вот этому миру но здесь есть еще душа и и вот теперь я хочу сказать следующее что начинается книга поколения приходят и уходят солнце светит и вот дальше вот что удивительно обратите внимание четвертый стих поколение приходит и уходит а земля стоит светит солнце и уходит и заходит солнце вот шестой значит седьмой стих все реки все реки текут к морю далее построение восьмой стих все вещи изматывают на самом деле не буду сейчас единственное исключение из этого построения обратите внимание что подлежащее стоит коль нахалим коль хадварим зараха шемеш всюду подлежащее стоит на первом или втором месте к предложению а за ним сразу сказуем вот поколение солнца реки вещи они идут саму начале с них кроме одного предложения шестого которое начинается вообще без подлежащего идет к югу поворачивает к северу кружится кружится рух ветер традиционный перевод и на круги свои возвращается ветер вот подчеркнутое слово и на круги свои возвращается ветер а теперь финал а ветер вернется к богу который его дал вот опять вот это возвращение ветра заметь в седьмой главе а ветер вернется к богу который дал ясно что руах в смысле душе на круги своей возвращается ветер ясно что в данном контексте первое первым планом лежит ветер как явление природы как солнце как реки как поколение но вот это финальное возвращение ветра оно теперь читаем про душу то же самое идет к югу кружится идет поворачивает к северу кружится кружится ходит душа и на круги свои возвращаются душе по этому поводу третий персонаж книги вот есть вселенная да в первой главе неизменная есть судьба человека в мире где время оно где обстоятельства жизни и времени глобальные происходят свыше а он в этом живет самостоятельно но кроме материальной вот этой жизни человека который это материальная жизнь человека жизнь человека как материальное существо но есть еще рух и лев и мы сказали рух это душа а сердце это ум вот есть еще два вот этих персонажей причем если лев сердце и ум принадлежит к хэвер принадлежит к тому самому мне да то есть к тому же самому хэвер и оно и оно припечатано при этом как хэвер во второй главе в третьей главе то рух не припечатан ни разу вот рух вот обратно внимание казалось бы тенью паром живет человек но душа она еще менее терпелия вот про нее слова хэвер нет вот про что угодно припечатан словом хэвер вот вот это зыб тень а слово рух не разу наоборот рух оказывается самым сильным веществом нельзя посадить ветер в клетку нельзя посадить душу нет нет на днем смерти там смысл довольно понятный душа все равно уйдет по этому поводу вот это смерть которая висит над человеком это тоже самое время только как бы для этого человека по этому поводу финал книги от юности до и кружат глашатай траура по городу до вот этого финала это то самое кружение глашатая но вот это кружение кружение вселенной которая повторена жизнь человека вот почему такой финал вот теперь мы хорошо понимаем смысл финала во всей этой истории финал это вот этот Гегель проходящий от рождения до конца просто идет биография любого человека ну который не умер трагически чрезвычайно а дожил до старости от юности до старости вот вот биография вот это весь человек вот от начала до конца все это вот это вот это финальное Гавель Гавелли вот это финальное то чем кончается книга да вот мы сказали кончается книга до до Эншпиля до эпилога да вот это повторить вот это про жизнь человека а вот вот это которая душа вернется бы по углу это не прах это вот теперь вот теперь наверное можно попытаться подумать что нам хочется сказать вот теперь когда мы определили три главных персонажа ну персонажа три главных объекта нашей я хочу на этом кончить потому что я все равно не успею договорить а то же на следующий раз хорошо ну вот где-то так народ есть вопросы на самом интересном основе времени уже нет фактически на вопрос времени уже даже слишком много я только одно замечание что вы могли подготовиться к следующему раму сразу сказать вот еврейская религия это религия откровения там не пахнет откровением никаким даже близко не подходит понимаете вот подумайте почему и как и что с этим делать написано это не является креософерной 2 2 главу 3 ой не 32 я вру 2 2 часть это самое глава по-моему где-то не помню 41 где-то с 30 по 40 понимаете что книга кагалат написано бароха кодыш это не навуа это не пророчество это не пророчество я говорю о его философии насколько она еврейская то есть если нет откровения то нет еврейства фактически еще раз вы можете делать все что хотите вы имеете право думать все что хотите но мудрецы записали ее в еврейство сказали нам в тот момент когда они объявили что она еврейская она стала еврейской вот представьте себе если бы наши мудрецы ну нет гомера это невозможно он слишком противоречит ни в какие вороты не лезет но если в тот момент когда евреи когда мудрецы сказали что она еврейская то с этого момента вот у нас два варианта либо они видят ее еврейские корни а я их вижу просто потому что слишком много отсылок неявных на другие листа Танаха то есть человек знает Танаха что он еврейский автор совершенно но мысль которая в ней мудрецы в ней увидели что-то очень еврейское и мы должны нам следует вот какой бы вывод вы не сделали вы должны понимать что ежели вы честный вывод сделали как бы положено то это еврейский вывод то есть вы приписали иудаизму то что вы сказали про эту книгу я не говорю не еврейское но вы приписали иудаизму то что вы сказали про эту книгу я ничего не приписываю я ничего не говорю любой ваш вывод про эту книгу является вашим представлением об иудаизме. Вы ничего с этим сделать не можете. Нет, это не мое. Это объективная вещь. То есть откровение предстояния у горы Синай, это не я придумал. Это в Таре написано. Понимаете? Это не я придумал предстояние перед горой на горе Синай. Это факт. Я совершенно согласен. Но вы же не живете предстоянием у горы Синай. Почему же это в руку? Потому что евреи сказали, говори, ты с ним, мы не можем, мы боимся. Правильно. Мы отказались от стояния непрерывного горы Синай. Мы так не живем. Мы живем по-другому. Мы учим Тору, правильно? Да. А что значит учить Тору? Это значит понять этих мудрецов. Понять это значит, почему они включили, несмотря на все это. Вот это я говорю. Почему? На это есть ответ. Что-то есть еврейское. Что-то. Мы должны найти что. Мы не просто говорим что-то. Вот и думайте. Вот и думайте. Только помните, что то, что вы найдете, должно быть еврейским. Вы не можете возражать. Конечно, еврейское. Конечно, еврейское. Вот я вам для простоты уже первый вариант говорю еврейский. Значит, если мы говорим, что мир под солнцем, это принятое, в общем-то, толкование, это Дере Херес, то есть это то, что предшествует учению Торы. Это уже формальный ответ фактически. То есть Каэрес занят Дере Херес. То, что до учения Торы. А потом вот то, что концовка очень хорошо подходит. А вот теперь иди учи Тору. Понимаете? Это один из ответов. Но есть более глубокие ответы. Об этом я потом уже, с вашего позволения, расскажу. Я же не читаю каббалистические комментарии книги Рамбана, книги Кагелет, а по-моему, тоже книга Кагелет Аль-Гильгульна Шамон. Да не обязательно Рамбана. Возьмите просто Луцата. Рамбана я читаю. Книга Кагелет, Гильгульна Шамон, Сотцефер Кагелет. Кстати, Луцата именно это и говорит. Он за Рамбаном идет в этом вопросе. Да, он говорит. Но только две первые фактически вещи. То есть, заерут и зарезут. Я, кстати, намекнул на это. Это есть поэлист. Я намекнул, когда я сказал, и в конце, а душа вернется к Богу, который сказал, и связал, и на круги свои возвращается ветер, то не услышать здесь намек на Гильгульна Шамон. Тогда я вам в открытом текстов говорю, что это намек на Гильгульна Шамон. Как Гильгульна Шамон ради чего? Или это просто тоже суета получается? Про Рохма слово суета не говорит. Про Рох? Слово Рох, слово суета не говорит. Но ветер, он ничего нового не приносит. Он Всевышний дал, Всевышний взял. Вот теперь я знаю, что это то, что нам нужно понять. Окей? Тогда давайте прощаться. До следующего раза. До следующей встречи. Спасибо. Тогда давайте на это закончим. Спасибо большое. Шабах шалом. Шабах шалом. Шалом шалом. Спасибо. Спасибо большое. Продолжение следует...